Музыка Конечно же, все люди прекрасно знают, что Земля делится меридианами и параллельными. А вот откуда взялись часовые пояса? Кто их придумал? И для чего они нужны? Об этом в нашем фильме. До 19 века никакой необходимости в применении часовых разграничений на зоны не было. В каждой стране было местное солнечное время, определяемое географической долготой. Появление часовых поясов было обусловлено развитием железных дорог. В Англии из-за различий во времени в каждом городе было очень сложно составлять корректное расписание. У каждого города был свой график, и временные накладки могли спровоцировать аварии. Именно благодаря железнодорожным кампаниям на всей территории Англии был введен общий часовой пояс. Время было установлено по Гриммичу. Это среднее солнечное время меридиана, проходящее через прежнее место расположения Гриммичской королевской обсерватории около Лондона. Первой по новому времени в 1840 году стала работать большая западная железная дорога Англии. А спустя 7 лет на лондонское время перешли остальные британские железные дороги. Для синхронизации часов во всех городах страны использовались точные хронометры, которые перевели на Гриммичское время. И тогда же были определены стандарты для всей индустрии на всех станциях с разрешения главной почтовой службы. Переход состоялся 1 декабря 1847 года. Первоначальная идея принадлежала английскому ученому Уильяму Хайду Волостену, который открыл палладий и родий, впервые получил в чистом виде платину и отбыл открывателем ультрафиолетового излучения. Идею подхватил член королевского общества Абрахам Фоллет Ослер. Он был пионером в измерении метрологических и хронологических данных в Бирмингеме. Время было установлено по Гриммичу и долгое время его называли лондонским. Первым человеком в Соединенных Штатах, который почувствовал растущую потребность стандартизации времени, был любитель-астроном Уильям Ламберт, который в начале 1809 года представил на рассмотрение Конгресса рекомендацию относительно установления в стране временных меридианов, но эта рекомендация была отклонена Конгрессом. В своей работе Мирандой в 1858 году итальянским математиком, профессором механики и гидравлики и политиком Джузеппе Борилли, известным под псевдонимом Квирико Филопанти, была развита идея часовых поясов. Первый часовой пояс, по его предложению, должен был сосредоточен на меридиане Рима, но эта идея тоже не прижилась. В 1870 году была опубликована брошюра под названием «Система национального времени для железных дорог», написанная профессором Чарльзом Фердинандом Даутом, директором женской частной средней школы в Саратоге-Спрингсе, штат Нью-Йорк. Даут еще в 1869 году призывал о необходимости отказаться от восьми местных систем времени, существующих на различных железных дорогах США. При этом за точку отсчета он предлагал взять Вашингтон. Идея тоже не прошла. В 1876 году в статье «Земное время», опубликованной в Канаде шотландцем Стэнфордом Флеммингом, руководителем инженерной службы Канадской Тихоокеанской железной дороги, а также дизайнером первых канадских почтовых марок, была научно аргументирована необходимость введения часовых поясов. В 1878-79 годах в Канадском институте Торонто Флемминг прочел две лекции «Время исчисления» и «Долгота время исчисления» с подзаголовком «Несколько слов о выборе нулевого меридиана, общего для всех государств в связи с время исчисления». Эти лекции Флемминга произвели столь сильное впечатление, что в июне 1879 года британское правительство направило их текст 18 государствам и разным научным организациям Англии. В целом реакция на предложение Флемминга была положительной, но, естественно, встречались и отрицательные отзывы. Однако через год среднее гриммическое время становится единым временем в Великобритании. США и Канада стандартизовали время и ввели часовые пояса 18 ноября 1883 года по территориям своих стран. А еще через пять лет международное соглашение признает необходимость установления нулевого меридиана, каким должен быть меридиан Гриммича. Так инженер и изобретатель Стэнфорд Флемминг предложил разделить Землю на 24 меридиана, и благодаря ему мир стал поделен на часовые пояса. На северном и южном полюсах меридианы сходятся в одной точке, и поэтому там понятие часовых поясов, а заодно и местного времени, теряет смысл. Полный оборот на 360 градусов вокруг своей оси Земля совершает за сутки, то есть за 24 часа. За один час планета вращается на 15 градусов, поэтому и местное время будет отличаться на один час в пунктах, отстающих друг от друга на 15 градусов долготы, и на 4 минуты, те что удалены на 1 градус. Представьте, если бы на часовые пояса с каждым градусом долготы стрелки часов нужно было бы переводить назад или вперед на 4 минуты. Откуда же начинается отсчет часовых поясов? Поясное время начинается с Гринвичского меридиана в Великобритании и имеет долготу 0, поэтому его считают начальным или нулевым. Другим часовым поясам в направлении от нулевого пояса на восток присвоены номера 1, 2 и так далее до 23. Время нулевого пояса называют западноевропейским, первого среднеевропейским, а второго восточноевропейским. Большинство стран Европы входят в первый часовой пояс, он проходит через центральную полосу Европы и Африки. Но такие государства, как Финляндия, Латвия, Эстония, Литва и даже Египет, это уже второй часовой пояс. А в каком же поясе расположена Украина? Большая часть нашей территории расположена в том же втором часовом поясе, хотя в крайних западных и крайне восточных пунктах Украины местное время отмечается от поясного более чем на полчаса. В общем территория нашего государства охватывает три часовых пояса, впрочем для удобства введено единое для всех регионов поясное время. Кстати его средний меридиан проходит почти через Киев, поэтому его называют киевским, поэтому времени курсируют поезда, самолеты и автобусы. Интересно, что скажем США расположены в 11 часовых поясах, а Франция своего рода рекордсмен по количеству часовых поясов. Несмотря на то, что территория страны лежит в одном поясе, то если учесть все заморские департаменты и прочие территории, окажется, что Франция насчитывает самое большое количество часовых поясов – 12. Летнее время – это время, вводимое на летний период. Часы при этом переводят весной обычно на один час вперед относительно стандартного времени, действующего на данной территории в зимний период. Осенью часы переводят обратно на стандартное время, получившее в переходящих часы странах название «зимнее время». Большинство стран, применяющих летнее время, перевод часов производят в ночь с субботы на воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok